Сегодня давайте уделим некоторое время изучению Слова Божьего на тему «Вера в Бога». До этого, через Библию, мы много учились тому, что наши отцы веры всегда имели крепкую веру в Бога и жили в полной покорности с надеждой на вечное Царство Небесное. Что если мы не имеем веру? В 11 главе книги к евреям говорится, «Без веры угодить Богу невозможно». Мир, в котором мы живем, трехмерен, но Бог существует в высшем измерении, а также контролирует все человечество и все творения во Вселенной. Хотя земля маленькая, как пылинка, Бог любит людей, живущих на ней, поэтому Он Сам пришел воплоти, чтобы спасти их всех. Мы можем проверить это в Библии. В духовном мире сатана, то есть дьявол, противился Богу на небесах и собрал много злых последователей, чтобы восстать против Бога. Уловкой, которую Он использовал, чтобы сплотить их, был обман. Он обольстил и обманул многих. Мы уже изучили через Библию, что сатана соблазнил божьих детей и ангелов на небесах правдоподобными словами и, в конце концов, привел их на землю. Работа сатаны, дьявола, заставить божьих детей потерять их надежду на небеса и заинтересоваться мирскими вещами, чтобы они, увлекаясь этим миром, не могли готовиться к Царству Небесному. Обращая внимание на разговоры людей мира, мы можем узнать, чем они интересуются. Они говорят о питательных веществах, полезных для здоровья, о еде, которую они едят, и о том, что их дети выходят замуж и женятся, а также об учебе своих детей. Мы можем подвести итог их разговоров. Они говорят только на бессмысленные темы. В их разговоре трудно найти слова об их будущем. У них нет планового шествия на небеса, и они не готовятся к высшему измерению, в которое мы войдем в будущем. Потому что они не имеют веру в Царство Божье и не имеют веру в Бога. Они не имеют веру в невидимый мир. Две тысячи лет назад святые ранней церкви преследовались различными способами. Только потому, что они имели веру в Иисуса, с ними обращались очень жестоко. Они терпели невзгоды от их общества, их семей и их соседей. Но, несмотря на все эти невзгоды, их вера не изменилась. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Так как они имели такую веру. Они не боялись, даже когда были брошены на съедение львам в амфитеатре и были сожжены на костре, что называлось человеческими свечами. Если такое преследование и гонение, что испытывала ранняя церковь, случится и сегодня с нами, то можем ли мы хранить нашу веру? Давайте предположим, что мы находимся в их ситуации. Мы живем в эпоху, когда требуется много масла веры, больше, чем когда-либо. Допустим, что мы жили в дни ранней церкви 2000 лет назад. Если бы мы подвергались презрению, преследованию и гонению, то смогли бы мы хранить нашу веру во Христа, полагаясь на Него и следовать за Ним до конца. Так, давайте сегодня проверим нашу веру в Бога. Идя путем веры, мы сталкиваемся со многими проблемами. Мы не можем избежать различных препятствий сатаны. Однако, во все времена наши отцы веры имели мудрость, которая обессилела все препятствия и превратила их в средства, помогающие нам. Когда мы имеем веру в Бога, десятки тысяч препятствий становятся ничтожными, наоборот, помогая нам расти в вере. Давайте посмотрим это в Библии. Посмотрим книгу к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву, лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. «Веру и енах переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Во что? «Верил в то, что он есть, он жив и действенен». «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущим его воздает». Они имели такую большую веру. В одни Ноя, перед тем, как уничтожить этот мир потопом, Бог сказал, что эта земля будет поглощена большим потопом, которого люди никогда не видели. Что касается Ноя, то он был призван для миссии, которую без веры трудно исполнить. Дальше посмотрим, как велика была вера Ноя. Стих 7. «Верою, Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследии, и пошел, не зная, куда идет». Все это то, что можно сделать, имея веру. Сравнивая тех, кто имел веру с теми, кто не имел веру в Библии, мы можем узнать, что в пустыне только те, кто имел веру, вошли в Ханаан. Их вера становится живым примером для нас сегодня. Моисей призвал 12 глав из каждого колена, которые имели хорошую веру, и пользовались доверием людей, чтобы они осмотрели землю Ханаана. И отчет Иисуса Навина и Халева совершенно отличался от отчета других десяти соглядатаев. Сегодня смотрим ли мы на этот мир глазами веры? Или же мы смотрим на все явления и обстоятельства только с человеческой точки зрения трехмерного мира? В этом есть большая разница. Если бы Ной не смотрел на мир глазами веры, то как он мог бы делать такую работу так долго? Что позволило ему делать это? Хотя он никогда не видел, чтобы мир был поглощен и судим водой, но он мог построить ковчег по повелению Бога, потому что верил, что Божье Слово обязательно исполнится. Для продвижения судна вперед с помощью силы ветра нужна мачта. И для настройки направления требуется судовой руль. Однако Ной не спросил Бога, где мачта, где судовой руль. Он верил, что Бог, который знает конец от начала, готовил все это заранее. Он имел крепкую веру в Бога, поэтому Бог назвал его наследником праведности. Братья и сестры, когда мы смотрим на пример Ноя, чего нам просить у Бога и какими глазами веры смотреть на эту эпоху? Перед нами много препятствий. Сегодняшняя пандемия коронавируса — это тоже одно из бедствий. Верно? Если бы не было коронавируса, то мы усердно благовествовали бы. Однако в нынешней ситуации будем ли мы смотреть только на трехмерный мир? Или же обращать внимание на слова Библии, написанные для мира четырех или пяти измерений? Те, кто не обращают внимания на слова Библии, будут жить жизнью, которая стремится к тщетным вещам. Посмотрим книгу к евреям, 10 глава, 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить... Что получить? Получить обещанное». После исполнения Божьей воли мы можем получить обещанное Богом, вечно наследие Царства Небесное. Когда мы возвратимся в духовный ангельский и реальный мир, Бог обещал, что сделает нас царственным священством, и что там не будет ни смерти, ни вопля, а будет вечная жизнь. Много обещаний уготовано. Посмотрим стих 37. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет, и не умедлит. Праведной верой ужив будет, а если кто поколеблется? Если кто-то поколеблется, то его вера станет слабее и слабее, тогда он будет больше увлекаться этим миром, чем иметь надежду на небеса. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не исколеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Все мы должны иметь такую веру, которая ведет нас ко спасению. Здесь через пророков Бог написал все, чего Он желает нам. Сказано, что эта Библия написана Божьими людьми, будучи движимы Духом Святым. Давайте откроем 13 главу книги «Числа» и посмотрим, какой урок дан нам и какую веру мы должны иметь. Числа, 13 глава, 26 стих. «И, высмотрев землю, возвратились они через сорок дней, и пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, к пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую Ты послал нас, в неподлинно течет молоко и мед, вот плоды ее». Но народ, живущий на земле той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хетеи и Еувсеи и Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Люди там были великорослыми и сильными. Они были людьми, к которым нам трудно приблизиться. Они сказали все так, как есть. Десять соглядатаев не придумали историю, которой не было. Они просто сказали обо всем, что увидели, но только без чего? Только без обещанных слов Бога о том, что Бог даст им эту землю. Они произнесли свое суждение и мнение просто с точки зрения трехмерного мира. Из-за этого люди стали роптать. Стих 31. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Посмотрим 32 стих. А те, которые ходили с ними, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Кто обещал дать землю Ханаана? Бог. Хотя Бог обещал дать им Ханаан, но после осматривания этой земли в их глазах эта земля выглядела такой, какую они не осмелятся завоевать. Города были очень крепкими и высокими. Они даже сказали, что люди там гиганты, а сами израильтяне как саранча. Это показывает большое отличие в их телосложении. Люди, которые услышали это, огорчились. Они полностью забыли о Божьем обещании. Когда мы отдаляемся от Божьих слов, то начинаем терять веру. Также в саду Эдема, когда было потеряно Божье слово, слово сатаны стало соблазном. Плод дерева познания добра и зла превратился в плод, который хорош для пищи и приятен для глаз и вожделенен, потому что дает знание. Братья и сестры, мы должны всегда запечатлевать Божье слово в нашем сердце и проверять самих себя, чтобы узнать, полагаемся ли мы на Божье слово. Во время сорокалетней жизни в пустыне большинство израильтян полагалось на то, что они видели и чувствовали. Но Иисус Навин и Халев полагались на Божье обещание. Это земля, которую Бог обещал дать нам. Даже если они выглядят великорослыми и их оружие более продвинуто, чем у нас, не обещал ли Бог дать нам эту землю. Иисус Навин и Халев думали только о Божьем обещании. Люди города Иерихона в их глазах также выглядели, как гиганты. Фактически, они имели крупное телосложение, они не выглядели как-то по-другому. Их город был укрепленным и высоким также и в глазах Иисуса Навина и Халева. Однако, кто был в сердцах и в глазах Иисуса Навина и Халева? Бог был в их сердцах и они абсолютно верили в Божьи обещания. Это то, что обещал Бог. Защиты у них не станет, а с нами Господь. Поэтому они достанутся нам на съедение. Братья и сестры, допустим, что маленький ребенок подойдет к вам и скажет, «Вы нам на съедение». Тогда что вы будете чувствовать? Вам будет смешно. Когда гиганты в земле Ханаана смотрели на израилетян, они, вероятно, чувствовали то же самое. Однако, что сказал Иисус Навин, «Не бойтесь, народа земли сей, с нами Бог». Только Иисус Навин и Халев отличались от других вере. Поэтому, в конце концов, эти двое могли войти в землю Ханаана. Ханаан представляет собой Царство Небесное. Что нам нужно для восшествия на небеса? В эту эпоху нам обязательно нужна вера, подобная вере Иисуса Навина и Халева. Вера в Божье Слово. Что Бог сказал? Если Бог обещал что-то, то это обещание обязательно исполнится. Бог никогда не лжет. Слово Мое, которое исходит из уст Моих, что случится? оно не возвращается ко Мне тщетным. Это обязательно исполнится, потому что Бог сказал. Здесь мы можем видеть веру Иисуса Навина и Халева. Перейдем к книге числа 14 глава 1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ночь». Бог обещал дать им эту землю, но люди поверили только тому, что сказали саглядатые, позабыв Божье обещание. Посмотрим стих 2. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Братья и сестры, Бог показал нам это как образец, желая, чтобы мы поняли, какую веру надо иметь, когда мы находимся в подобной ситуации. Однако 3500 лет назад израильтяне упали духом, фокусируясь только на обстоятельствах». Посмотрим 14 главу, 1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Араона, все сыны Израилевы и все общество сказала им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Араон на лица свои, пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус сын Навина и Халев сын Иефонии из осматривавших землю разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее эту землю, в которой течет молоко и мед». «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо Он, что Он? Ибо Он достанется нам на съедение». В английской версии короля Джеймса говорится «Они наш хлеб». Это значит «Они незначимы для нас». Верно? И что дальше сказано? «Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Они были воинами, которые имели поистине великую веру. Бог отличил не имеющих веру от имеющих ее и сказал им «Вы, не имеющие веру, скитайтесь по пустыне вечно». Поэтому они бродили по пустыне в течение сорока лет до того, как погибли там». Дальше посмотрим 10 стих. «Когда Иисус Навин и Халев закончили говорить, люди пытались побить их камнями. И сказала все общество «Побить их камнями». Но слава Господне явилась в скине и собрании всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». «Братья и сестры, кто с нами? Бог с нами, не так ли? Кто воздвиг эту церковь? Бог воздвиг ее». Как бы все другие религии мира не объединились, они ничтожны. Для Бога все народы земли всего лишь одна капля воды в ведре. Для Бога они не имеют никакого значения. И они подобны пылинки на весах. Давайте внимательно посмотрим, как Бог судил не имеющих веру. То же самое в этой эпохе. Если мы не имеем веру в какой-то определенной ситуации, мы тоже будем погибать так. Посмотрим 20 стих. «И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля». «Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали глаза Моего, не увидят земли, которую я склятваю, обещал отцам их. Все раздражавшие Меня не увидят ее. Но раба Моего халева за то, что в нем был иной дух, он имел иной дух, который отличался от духа других. Братья и сестры, мы тоже должны иметь иной дух, который отличается от духа десяти соглядатаем. Мы должны иметь дух, который имели Иисус Навин и Халев. Бог сказал, «Мой раб Халев имел иной дух, и он совершенно повиновался Мне». Он никогда не терял веру в Бога, а крепко хранил ее до конца». «И он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Амалекитяне и Хананеи живут в долине. «Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». «И сказал Господь Моисею и Араону, говоря, «Доколи злому обществу сему роптать на Меня, робот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, я слышу, скажи им». «Живу я», говорит Господь, «Как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам». Стих 29. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина и Иисуса, сына Навина». Итак, в конце концов, Бог сказал, «Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина и Иисуса Навина, сына Навина». Тогда что случилось с оставшимися людьми? Стих 31. «Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. Их неверие повлекло за собой их страдания. Идя путем веры, мы сталкиваемся со многими трудностями. Сатана не оставляет нас в покое. Он не дает нам дорогу в хорошее место. Он соблазнил нас даже на небесах. Тогда насколько легче ему соблазнять нас здесь на земле. Мы всегда должны опираться только на Бога. Только когда мы абсолютно верим в Божье обещание и исполняем Его, мы сможем испытать славный момент при встрече с Господом в воздухе, преобразившись в мгновение ока и жить вечно с Небесным Отцом и Матерью. Верно? Святые ранние церкви абсолютно верили, что хотя их тела умирают, они воскреснут в духовные тела со Христом в утро воскрешения, чтобы насладиться вечной жизнью и счастьем с Господом на небесах в вечном рае. Поэтому даже если они были преследованы римскими тиранами из рода в род, они никогда не поддавались им. Ничто не смогло сломать веру христиан. Извлекший урок из этой истории, давайте с верой преодолеем все трудности перед нами. Откройте, пожалуйста, третью главу книги Даниила. Как вы видите здесь, царь, используя свою власть, вынуждал троих друзей Даниила, Сидраха, Мессаха, Авденага, которые работали в Вавилоне, чтобы они поклонились истукану, которого он сделал. Вся эта история веры не написана в Библии без причин. Все, что написано в Библии, служит тенью для нас сегодня. Поэтому, когда случается подобная ситуация, мы всегда должны помнить, что Библия говорит, и внимательно думать о том, какой результат Бог произвел. Третья глава, стих 14. Навуходоносор сказал им, «С умыслом ли вы, Седрах, Мессах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницей, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если вы поклонитесь истукану, то я спасу вас. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Это очень страшная ситуация в трехмерном мире. Все подчиненные царя Вавилона поклонились истукану, но эти трое Седрах, Мисах, Авденага сказали, что они никогда не будут это делать. 16 стих. И отвечали Седрах, Мисах, и Авденага и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы Богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Седраха, Мисаха и Авденага, и он повелел разжечь печь во сколько раз? В семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. В печи расплавляется даже железо, не так ли? Царь повелел разжечь печь даже в семь раз сильнее, нежели обыкновенно. Таким образом, он был намерен убить этих троих, сжегши их. Однако, даже несмотря на угрозу смерти, Седрах, Мисах и Авденага ничуть не колебались вере. Стих 21. Тогда мужисии связаны были в исподнем и в верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь раскаленную огнем. И как повеление царя было строго и печь раскалена была чрезвычайна, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха, Мисаха и Авденага. Пламя огня убило тех, кто бросал их в печь. А сие три мужа, Седрах, Мисах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанные. На Воха-да-носар царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истина так, царь». На это он сказал, «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию». Тогда подошел на Воха-да-носар кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Седрах, Мисах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Седрах, Мисах и Авденага вышли из среды огня. И, собравшись, наместники, военно-начальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Братья и сестры, мир веры не измеряется человеческим трехмерным миром. Через это испытание Седрах, Мисах и Авденага оказались в более славном положении, верно? Как радостно будут приветствовать их ангелы, когда они возвратятся на небеса? Даже перед смертью они показали совершенную веру и любовь к Богу. Их крепкая воля дает нам наставление в эту эпоху. И что насчет Даниила? Даже зная, что царь приказал бросить его в львинный ров, он продолжал молиться по направлению к Иерусалиму три раза в день. Его вера тоже была велика. Бог не сказал, что их мысли и поступки были безумными, а сказал, что они были поистине достойны похвалы. В одиннадцатой главе книги к евреям говорится, без веры угодить Богу невозможно. Поскольку они имели абсолютную веру в Бога, они не боялись быть брошенными в раскаленную огнем печь и не боялись даже ситуации, когда цари земли восстают против них. Как бы наши обстоятельства не изменились, нам совсем не стоит бояться. В сорок первой главе книги Исайя Бог говорит, «Я помогу тебе». Бог говорит, нам не бояться, а наоборот, Он просит нас быть мужественными. До какого времени? В двадцать восьмой главе книги от Матфея Бог говорит, «Я с вами во все дни до скончания века». Давайте не будем забывать Бога. Мы всегда должны думать о том, какие повеления и учения Бог дал нам, чтобы принести пользу всем людям в мире. Давайте обращать все наше внимание на Божье Слово, имея веру, которая достаточно велика, чтобы войти в Ханаан благополучно, подобно Иисусу Навину и Халеву. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо. субтитры 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 Субтитры